друзья мои мы с вами в айки я тут кое-что хочу купить посмотреть и заодно поснимаю для вас всегда люблю смотреть видео про айки очень интересные очень давно здесь не было уж тем более очень давно не снимала интересно что здесь нового есть очень люблю здесь питаться ну но сегодня некогда сегодня без обойдемся без обидов вот знаете что я очень люблю лайки я очень люблю рассматривать у них вот эти вот готовые их помещения которые они показывают как можно красиво все это собрать больше того не даже наружная стена как будто бы стена дома с окном ой как я люблю айкиевские кухни мне реально очень-очень нравится айкиевские кухни это холодильник посудомойка видите я все хочу ящики посмотреть вот ящики витя в них сколько всего полезного интересного даже специальные штуки такие для палочек для чоксиков классно и окошечко зимние чтобы полная была атмосфера присутствует кстати недавно купили новую плиту ручей не сколько она стоит 1500 1600 долларов но недорого мы купили свою за около двух почти чуть больше чуть меньше уже не помню ой как вкусно короче класс идемте дальше надеюсь что людей будет много мы сможем все хорошенько поснимать ручки мне не нравится удобнее я думаю что сейчас я как начну кухню снимать как я как я ни до чего больше не доберусь стараясь не снимать людей у нас не запрещено но у нас люди очень любят когда их снимают они сразу так смотрят странно и очень так недобжелательно я бы сказала вот какая комната красивая ну реально же класс но вот смотрите из называется из говна конфетку но из ничего вот взяли полки вот такие вот просто маленькие полки поставили на них всякой дрюни но это так красиво тяжелая реально прилеплена наверно чтобы никто не двигал вот эти зеркала зеркало какое-то вот совершенно какие-то рандом рандомные вещи картинки здесь тоже в общем-то совершенно обыкновенный такой такая как систему такая вот с полками мы тоже на нем поставили какие-то рюмки в общем класс я очень люблю как в реке умеют красиво вставлять делать красивый интерьер из практически ничего смотрите какая интересная штука здесь такое маленькое рабочее место вот это не занимает вообще места ничего посмотрите эти столы кстати стеклянные очень люблю он такой малюсенький но выполняет выполняет все функции письменного стола так здесь у нас спальня вот моно лизу я бы нужно не ставил не не стала бы вешать на кровать как это пугает ночью просыпаешься глаза на вас смотрят кровать здесь как будто бы шкафная комната здесь ванная смотрите какие классные шкафы ну они не только для ванны их можно для чего угодно посмотрите сколько сколько сторожи сколько спрятов можно сделать ванной просто повесив вот над унитазом вот такой вот шкафчик как здорово придумано посмотрите вот это место вокруг унитаза она всегда такое пустое и совершенно не не используемая здесь прям такая фигня здесь как будто бы шкафная комната пресла и самим восторгами наверное вас удивляю но я правда очень люблю смотреть как лайки делают вот эти вот комнаты собирают их самой обычной мебели ставят самое обычное украшение самый обычный декор и получается очень стильно красиво кстати я хочу вам сказать по поводу скандинавка минимализма вот где здесь минимализм здесь никакой минимализма нету здесь прям все напихано на валина столько всего я бы столько не поставила я понимаю что это витрина что они это делают чтобы показать как можно насколько у них всяких картинок красиво но тем не менее вот эти подушки здесь на столе столько всего вот это вот полочка с разными ну как бы здесь не пахнет минимализмом но все равно это выглядит стильно диванчики всякие мне кстати я хочу посмотреть диван здесь у нас есть диване за реки он очень много лет смотрите какая прелесть бархатная ах красота ему очень много лет и он прекрасный прекрасном состоянии здесь на что него обивка как-то выцвела выгорела и мы хотим купить новый точно такой же точно такой же только я хочу посмотреть сколько он сейчас стоит мне кажется они до сих пор еще и делают конечно могла посмотреть онлайн я подумала раз уж у вас уж так туда ну вот это знаменитый их красный диван цветочек которые все все обругали и вы честно описаны видите на он на его что означает что они перестают продавать что сейчас если вы не купите то потом их уже не будет я думаю никто не будет расстраиваться сильно эти диваны конечно прямо наверно не самые удачные я продолжаю искать продолжаю искать свой свой диван ему покажу если найду там посоветую вот какой красивый это кожаный наверное да я думаю суть по цене 2 800 это настоящая кожа такой старый английский стиль к ним уже можно купить вот такое же кресло видите это новое написано 1200 долларов такое вот большое ох какое классное кресло но это прям большое кресло прям как пол дивана у него нужно много места вот здесь тоже видите 520 592 скрофит дом сколько-то в метрах потом переведу напишу наверно это где-то 50-60 квадратных метров наверно и вот они его видите поставили и сделали вот прям все вот такую вот маленькую кухоньку здесь принесет столик здесь диван и как бы living area вот такая вот штука видите здесь как будто бы двое детей у них написано Оливер и Грейси это английские имена что это как будто бы для детей у них книжки какие-то цифровки крюшки здесь видите спальня для двоих деток здесь видите спальня для двоих деток и тоже везде эти жили на Оливер и Грейси ой как прикольно и здесь ванна стиральная комната ну комната а вернее проход в коридоре и спальня для родителей ну здорово на таком действительно маленьком пространстве вот так вот сделать прекрасно красиво изящно элегантно дешево здесь сточ небольшой склад видите здесь как будто бы прихожая здесь вот вход видите здесь прихожая куртки висят и вот такая вот квартирка совсем на маленькую площадь но очень очень прикольно кухня красивая вот мне кажется я нашла наш диван видите он у нас раскладной мне кажется это он очень похожий в всяком случае здесь просто трудно понять потому что он разложен он раскладывается этот диван он стоит у нас в гостевой комнате в принципе так он как диван а когда гости приезжают мы его раскладываем да это он и получается и он получается как двуспальная кровать очень причем очень удобная мои все гости спят на ней они говорят что это просто классно вот по моему это он же но во всяком случае очень похож 1200 долларов он стоит мы его покупали за вот он тоже видите раскладывается вот здесь выезжается такая штука вот это вот так вот тягивается здесь не буду полностью показывать в общем вот эта штука вытягивается и она превращается в такую абсолютно на одном уровне получается большая беспальная кровать у нее очень удобный матрас во всяком случае в нашем в нашем варианте в том диване который у нас который у нас стоит дома и он абсолютно целый все с ним хорошо но он обивка стала такая уже старая потерлась 1200 долларов ну видите как все подорожало есть такой синий вот такой диванчик а вот смотрите какая интересная идея для прихожей вот купить вот такую вот здесь тоже как будто бы квартира видите вот так вот вход здесь прихожая здесь вешалки для одежды здесь полочка здесь такой комод входа здесь зеркало я себя не хочу показывать девочки я не в форме и вот так вы заходите на кухню кухня классная даже в кухне видите стоят эти вот какие-то посуды о вот такая вот раковина мне очень нравится такая деревенская как ее называть по-моему фарм фарм фермерская раковина потом мне очень нравится когда вот такие вот стеклянные полки можно поставить красивую посуду да и некрасивую можно поставить здесь стол со стульями здесь диванчик вивинг-эрри камин телевизор кресло лампы такие большие даже вот эти вот сделали как будто бы на потолке у них вот эти вот бимы это называется по-английски ну такие балки деревянные классные вот такой же тоже диван и этот немножко дороже 1300 интересно почему видите он тоже он тоже выдвигается вот нижняя вторая часть может быть ткань немножко получше подороже поэтому чуть-чуть дороже муки вот эти вот новые столики я что-то их не помню журнальный столик потом такой столик повыше всякое на него ставить декорации потом столик который ставится у дивана еще такая на колесиках много разных тумбочек по-моему это все много я очень давно здесь не была ой классная плетеная такая видите такой столик плетеный ой здесь еще корзинка 160 долларов он стоит ну это не страшно это вообще не дорого стол такой деревянный настоящее дерево хороший стол 200 долларов ну и здесь всякие разные столики ооо как много разных тумбочки комод вот это новый какой красивый посмотрите ух ты симпатичный какие красивые ручки такой под старину как будто бы есть такой же черный или темно-синий спокойно всего нового как я давно здесь не была ну мне ничего не нужно поэтому что мне ходить сейчас мне что-то понадобилось я пришла знаете что у нас есть у нас на кухне стоит не такой такого типа я вам сейчас покажу что у нас стоит на кухне много лет он сделан из дерева не весь а боковые вот эти его нет не такой здесь видите раздвижные 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 вот такие вот дверцы и внизу раздвижные я вам сейчас покажу какой и я вам скажу что он прекрасный вот вот такой у нас стоит у нас на кухне стоит вот такой вот комод он стоит 500 долларов и он у него абсолютно у него очень много чего у него боковые вот эти стенки из дерева сделаны вот это рама сделаны из дерева задняя стенка не знаю не уверена но он очень крепкий он знаете не у него настолько в него с него всего стоит и у него такие дверцы приятные они так вот сами закрываются оп тихонечко он очень симпатичный он похож на стиль нашей кухни я очень им довольна очень им довольна и вот можно купить такой же со стеклянными полностью стеклянные дверцы стеклянные полки и вы можете его использовать для посуды у нас тоже здесь стоит у нас разные у нас стоит книжки кухонные надо мне сделать обзор книги кулинарные потом всякая такая посуда которой мы не пользуемся каждый день но она нужна в кухне часто вот здесь внизу вообще у нас там всякие баночки пластиковые ну в общем всякое такое что не видно что не должно быть видно а здесь у нас стоит вещь покрасивше такие которые не стыдно чтобы стояли за стеклом ну в общем к чему я все говорю я к тому говорю что они очень крепкие эти комоды и очень хорошего качества так что это неправда что в IKEA все все ерундовое все разваливается все совершенно не не держится неправда есть очень хорошая качественная мебель и хуже чем есть пойдете в дорогой магазин и отдадите в три раза дорожных денек не вся конечно но есть очень неплохая просто надо знать что выбирать надо внимательно читать описание потому что вот опять же вот кстати вот это вот по моим из той же серии вот у нас вот этот комод только такая штука не незаб silvi зарната что то надо внимательно читать описание надо читать какие части сделанные с дерева надо читать ревью есть очень много людей которые пишут отзывы своя вещах которые они покупают и все и вы можете понять что вы покупаете что вы не покупаете лишь бы что она покупать сумму надо делать ресурс надо понимать о чем идет речь и чтобы покупать хотела еще поснимать собственно я пришла вот это посмотреть в одной из наших ван отремонтировали во второй у нас довольно старую все мы хотим не то чтобы делать ремонт мы хотя бы поменять вот эту вот штуку это называется ванити нам нужно такая вот большая средняя это не самая большая вот сама большая это вот такая вот на две раковины и нам а нам нужно вот такая вот средняя топом 42 нча если я не путаю здесь написано или нет здесь 130 на 49 видите вот я почему-то запомнила 42 нча миллиметров не помню вообще вот такого типа мне не единственное что не нравится в них что в них вот такие вот ящики как-то я привыкла к тумбочке с дверями может быть это и удобно но мы как-то ведь они совсем маленькие все сюда можно положить ничего чтобы не положишь не может быть можно и скука на 100 часов долларов не путешь и получается в раковина каунтер вот это покрытие и тумба ничего себе такая вот такая тоже похоже экран красивый золотой пока училась вода польется видите здесь такая золотая пикалка и в зеркало поднимута тоже золотой так так маленькие все интересные шкафчики вот такая штучка да начнет это а ну да это на 2 раками нам это большая вот здесь всяких раковины экраны все 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 есть ну когда я не стала у них покупать а может быть 40 489 метров маленькая мелкая правда очень мелко неудобно ну в общем короче есть я не знаю мы здесь будем покупать не будем я просто хочу посмотреть что составьте представление о том как они выглядят в реале я видела конечно онлайн ну вот это мне нравится пьедесталь я люблю вот такие утопленные и очень удобно легко мыть как раз все моешь а когда вот всякие вот эти вот вот эти вот разные швы и углы это неудобно это тоже хорошая штучка сколько она стоит 660 большая красивая но она висит ее нужно подвешивать она не стоит на ножках ну и вот здесь вот такие вот ящики не знаю насколько это вместительно может быть и неплохо может и вместительно смотреть размеры я потом я на интернете потом рядом еще вот такой вот шкаф висит тоже большой не можно слона положить зеркало красивым да ну в общем есть что есть на что посмотреть теперь буду думать ну и кухня опять пошли вы знаете я влюбленного киевские кухни я просто в них люблю какие же они красивые до чего же они красивые до чего же они удобные я кстати знаю слышно отзывы али от людей у которых есть кухни и зайки что они прекрасны прекрасно служит очень долго никаких проблем с ними нету а посмотрите как это удобно вот тут вот такой это называется дедкона ну как бы мертвый угол вот вас вот здесь вот видите большой такой угол здесь вот такая вот полка она может быть ведь такая и внизу еще это же как удобно когда у вас у нас эти дома вот такая вот есть вот такой угол но в нем нет вот этой штуки и мне там все стоит вот эти вот там внутри всякие кастрюли к сковородке туда так трудно залезать а всего-то нужно взять вот такой вот купить штуковину причем ее можно купить и поставить любую кухню на только проверить если размер подходит потому что можно купить отдельно вот эту штучку просто привинтить ее собрать ее привинтить ее к своим шкафу к своему шкафу сделать вот такой вот штуку дома это так удобно надо подумать посмотреть какие у нее размеры подходит ли она к нашей кухне почему-то раньше раньше не подумала про такое хотя вот здесь такая же с этой стороны она еще выдвигается все я влюблена навеки я ваша навеки посмотрите-ка классно как задвигается и въезжает раз и поехал то есть супер то что же там стоит сзади вам даже тянуться не надо вы так вот и уехала и завернулась я надеюсь я хорошо сняла ответок так влюблена что я даже что я даже не понял если я правильно хорошо сняла эту штуку ну в общем классно классно ничего нельзя сказать опа бутылочки видите вот у них тоже у них тоже здесь стоят книжки для для приготовления у нас тоже на кухне и вот нужно выбрать любые любые дверцы любой цвет со стеклом без стекла вот такую вот что такую более классическую вот так вот вырезанную вот так потом вырезанную вот так гладенькие глянцевые блестящие все цвета все размеры еще где-то есть ручки каунтер это плита которая сверху лежит а вот это вот красивый партнер красивый партнер развивайте все эти вот у нас такой похож вот такой парашка булочки разные может даже такие кожаные так все и надо мне уходить с кухни с кухонь иначе я все кончится съемкой все кончится съемку кухни в Айкин так столовка Айкиевская не пойду в нее потому что мне некогда а жалко я бы заставлю всем поела здесь очень люблю я киевскую еду вот такой вот я обжор но не буду потому что идем вниз потому что к пяти часам ехать забирать мальчика сыночка из колоджика и я не успею а я бы с удовольствием перекусила здесь в буфете и нам еще нужно снять внизу посудку как мы любим посудку надо все снять хорошенечко рассмотреть потрогать видео наверное будет на час вы знаете посуды меня разочаровала посуды мало ничего нового в основном вот белые тарелки правда что-то совсем ничего нету причем у них раньше стояли здесь посредине такие большие полки с тарелками вот эти вот на селе сейчас были за пять потом за три а сейчас за два доллара тарелочки нам не нужны на самом деле у нас посуды полно чашки всяких тоже нам ничего не надо вот стоит красивый стол с чайничком тарелочки вот такие какая-то странная конструкция странная посудина для чего она вот здесь стоят обычно это уже в тарелке ничего не было может быть вот эти вот у меня уж по-моему они были вот эти новенькие 15 долларов 4 даже нечего вам показать что-то так совсем с тарелками как всегда кто-то орет мальчики продавцы видите как я оставила место и время для посуды а посуду то и нечего показывать зато есть вот такие вот красивые подушки это арбуз да прям я расстроилась какая-то совсем что-то с посудами ну какие зато наволочки красивые розовенькие мягенькие бархатные вот какая-то интересная с аппликацией прям где она есть раскрыто что посмотреть интересно мне было бы ду ду не вижу не вижу ах какие пушистики прекрасно вот здесь они большие новые видите тоже новые вот эти большие есть такие подушки да они здесь не все есть мне было бы интересно вот это посмотреть видите какая она интересная но нет ее нет ее на витрине и это с и и и и и Продолжение следует... Добрались мы с вами до ковров. Ковров много, не то что посуды, всяких и разных. Кстати, тоже ковры у них неплохие. У них, кстати, есть довольно дорогие ковры. Вот это, например, 400 долларов. Ну, 400-то не так уж и дорого. Вообще не такие уж они дорогие. Я что-то помню, что они когда-то были дорогими. А сейчас все смотрю по сравнению с другими ценами. Так ничего такого. Ну, вот эти вот такие классические ковры. Вот этот такой коврик как будто бы немножко вытертый ногами. За долгие годы пользования. Но это вы понимаете, что это так сделано специально. Мне нравится, кстати. У нас дом похожий. И он стоит 159 долларов всего лишь. Где ушел? 160. Тетенька с таким голосом, как Ерехонская труба. Говорит по телефону, по-моему, перекрикивает меня. Вот это такое же, видите? Или это он же самый? Нет, немножко другое отличается. 160 тоже долларов. Так, пойду я отсюда. А вот этот, смотрите, 500. Вот такой просто как будто бы вязанный. Как будто бы на спицах вязанный нитками. Интересные у них ковры. Нравятся мне у них ковры. Большие, маленькие, разные всякие. Дорогие не очень. Вот этот такой палац. 200 баксов. Симпатичные. Вот тоже такой как будто бы стертый. Ой, смотрите, у них до сих пор еще. Вот такие рождественские веночки. Наверное, нужно сейли за 5 долларов. Но они такие маленькие. Совсем какой-то хлипенький. Такой малюсенький. Куда его? Видите, до сих пор лежат. Почему-то рюмки здесь стоят. Так странно. Почему-то я рюмок не видела там, где посаду. А я вообще, по-моему, в стекло не ходила. Картины. Ох, какая красивая. Яркая, зеленая. 35 долларов. Тоже now or never. Значит, они перестают это давать. Ну, прикольная же. Класс. Красивая такая, яркая. Вон там Мона Лиза у них. Вот это красивая, видите. Интересная картина. Почему все так всегда орут вокруг меня? Я так тихо всегда разговариваю. Я когда снимаю, я стараюсь тихо говорить. Мне неудобно кричать. Потому что, я думаю, люди же вокруг, им же не интересно вообще слышать мой ор. Понимаете, как я записываю о декорации. Вот это я тоже люблю. Кактусы их известны. А люди все так как себе кричат, даже не думая вообще совершенно, что они кому-то неудобно делают. Я вот со своими удобно, неудобно. Вот этот листик мне так понравился. А что с ним делать? Куда его? 12 долларов он стоит. И все же они выжили сконтинью. Там они уже перестают его продавать. Ну что с ним делать? Куда мне его девать? Мне совершенно он не нужен. Жалко. Птичка. Какая птичка? Невеличко. Человечки. Рошадки. Ой, какой смешной домик. Раз, два. Что это? Просто для красоты или имеет какой-то 10 долларов? Просто так, наверное. Вот так можно сделать. Олей. Ну, в общем, всякие красивые мелочевки. Красивые. Такая штучка у нее можно что-то поставить. Есть такие большие. Вон там прямо розы засунули. Всякие кувшички. Ваза, кстати, симпатичная. 25 долларов. Мне, кстати, нужна ваза. Вот она. Видите, у нее такое здесь золотое. Сверху покрытие, внизу стекло. Красивая ваза. Надо подумать по поводу этой вазы. Что хорошо, что я вот все записала. И видео, и заодно у меня будет возможность его пересмотреть и подумать, что я хочу, что мне нужно, что мне не нужно. Много всякой фигни. Опять же, рождественские ветки до сих пор продаются. Видите, симпатичные кармазы. Цветы, ревочки. Интересная какая. Какая интересная штука. 78 долларов у нас. Что с ним делать? Ничего. Много у них вещей, которые написаны, что они на ОНЕВЕР. Это означает, что они перестают продавать. Значит, что-то вместо них будет другое. Очень много. То есть, наверное, будет что-то много чего нового. Ну, и тут у нас джунгли, заросли, искусственных, пластиковых цветочков. Тут вот в голове, вилучка хорошенькая. Целые, видите, заросли и джунгли. Как будто бы мы в джунглях. Ботанический сад. Пластиковый. Посматриваем, у них и настоящие есть. О, какие смешные. Три кактуса. Классные. Ну, прикольные же. Симпатичненькие. Вот настоящие кактусы. Тюльпанчики, нарциссы. Ох, как здорово. Это уже настоящие цветочки, уже к весне. Всякие красивые маленькие. Все, иду я на выход. Мне кажется, я все сняла. Не все, я много чего пропустила, потому что я знаю, что видео будет очень длинное. Ну, кто-нибудь столько смотреть, но я постаралась снять все, что мне интересно. Очень обидно мне из-за посуды. Что-то совсем ничего у них нет. И я прям расстроена. Я надеюсь, что довезут. Может, это просто какое-то временное какое-то у них. Я так смотрю, что они уже даже переставили эти полки. У них было много полок с посудой. Я смотрю, там полок совсем мало. То есть, они их пообирали, видимо, потому что не предвидится в ближайшем будущем. Все, дорогие друзья. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. На сегодня все, я с вами прощаюсь. Всем привет, узалки из Канады. С вами была Дита. Пока-пока-бай.